Скандал разгорелся в престижном учебном заведении Караганды. Преподаватель школы для одаренных детей Мурагер воюет с детьми высокопоставленных лиц города. По словам педагога, ее вынуждают завышать оценки школьникам, чьи родители занимают высокие чины. Дело дошло до прокуратуры и других инстанций. Что на самом деле происходит в стенах элитной школы, узнавала Мирогуль Салкимбаева. Жанагулю Кимбаева – преподаватель со стажем. В школе-интернат для одаренных детей Мурагер она работает с 2006 года. Учебное заведение предоставило педагогу квартиру. Казалось бы, все хорошо. Однако сегодня учителю математики провести спокойно урок не удается. Причину она объяснила сама. Тут дети плохо учатся. Среди них есть даже те, которые не могут правильно писать. А родители, которые, может, и не знают об этом, просят, чтобы я им ставила хорошие оценки. Специализированная школа-интернат Мурагер известна всем как одной из ведущих учебных заведений города. Здесь обучаются одаренные дети, среди которых есть и дети высокопоставленных лиц Караганды. И в этом вся проблема, говорит педагог. Для родителей учащихся важен не уровень знаний, а пятерки в дневнике. Преподаватель рассказала, что ради высокого бала ей несколько раз угрожали. Директор, которая работала здесь раньше, Сорокина Валентина, мне сказала, уходи с этой школы, не то у тебя будут проблемы. Тебя тут уничтожат. В этот день она меня вызвала с урока. Педагог с 20-летним стажем уверяет, что в такой атмосфере преподавать невозможно. Дети спят на уроках и ведут себя неподобающе. Однако у руководства престижной школы другая правда. Орда Калимова рассказывает, что жалобы у учителя необоснованы. Она также вспомнила случай, когда Жанна Гуля Кимбаева вызвала на педсовет спецотряд быстрого реагирования. Жанна Алексеевна у нас работает уже 5-6 лет, учителем математики. С ее стороны подобного рода жалобы, подобного рода ее предложения были уже не первый раз. Она ходила в всякие инстанции, писала жалобы. И по этому поводу нам не раз приходилось писать какие-то ответы, какие-то объяснения. Мы уже убедились в том, что это просто ее какие-то личностные качества. Это подтверждает и учитель английского языка. Коллеги рассказывают, что Жанна Гуля Кимбаева ушла из школы Дарын именно по этой причине. До недавнего времени получилось так, что я узнала очень странные вещи. На педсовете Жанна Гуля Сириковна заявила, что все виноваты в этом ее положении, в том, что у нее произошло с квартирой. Но мы никак не могли понять, почему мы в этом виноваты. Потом она стала предъявлять очень странные претензии вообще ко всему коллективу и к администрации этой школы. А представители центра Сарар Кадарыны, которые курируют образовательным процессом школы, уверяют, что о происходящем они слышат впервые. В то, что такое происходит в элитной школе, они поверить не могут. Тут учатся дети с благополучной семьи. Эту школу мы знаем как самую хорошую школу в городе. Многие выпускники этой школы работают за границей. Дети тут все воспитанные, поэтому я думаю, что учитель математики может просто срываться на них. Может, у нее какие-то свои семейные проблемы. Учитель математики требует, чтобы беспредел в стенах школы остановили. В управлении образования обещают разобраться в ситуации. Между тем, на фоне скандала в учебном заведении у педагога начались проблемы со здоровьем.